Добрый день, дорогие друзья! Пришло, наступило время нашего урока. Ну, как всегда, первые несколько секунд мы находимся в ожидании, чтобы понять, что всё нормально в интернете, что мы подключены и можем говорить. На календаре у нас сегодня 18 день месяца Шват. Денёк тёплый, почти весенний. Стало зелёной, это значит, что всё нормально подключено. Итак, поскольку недельная игла, в эту субботу, завтра мы читаем главу Итро. И центральный момент в этой главе – это дарование, условно говоря, дарование Тары. То, что мы называем «Асэрэта диброд», «Десять речений». Ну, и в связи с этим маленькая реплика. Маленькая реплика, связанная вот с чем. Сейчас, поскольку вот эта недельная глава как раз у нас в субботу, много говорят именно об этом событии, о речениях, о том, как мы стояли у горы Сина и как прозвучали вот эти вот слова Всевышнего. И многие, многие, кто об этом говорит, называют вот эти речения заповедями. То есть, они говорят, что прозвучали десять заповедей. Я бы хотел уточнить. На самом деле, в иврите заповедь, митцва – это очень точное понятие. Митцва, митцвот, их 613, как известно в Таре – это очень конкретные указания. То есть, каждая заповедь, она очень конкретна. Человек, читающий заповеди, он должен четко и ясно понимать. Вот уже появились люди, здравствуйте. Если, значит, будут какие-то проблемы со звуком или с картинкой, вы мне как-то сообщите, ну и я буду об этом просто знать. Я ничего не могу сделать, но знать я об этом буду. Так вот, я начал с того, что многие называют вот этот текст десятью заповедями. И я полагаю, что это не совсем точно. Потому что заповедь митцва на иврите – это очень конкретное указание. То есть, человек, читающий заповеди, должен ясно и четко отдавать себе отчет, что он должен делать, какое действие он совершает. Если у него возникает сомнение или непонятность, то это сложно назвать заповедью. Поэтому, как и в иврите, вот этот текст называется асерета диброд, то есть, десять речений. Не стоит их называть заповедями, потому что речение – понятие более широкое. Многие комментаторы утверждают, что в этих десяти речениях содержится все шестьсот тринадцать заповедей. И чтобы, допустим, речение четвертое о шабате, по поводу дня шабатнего, что делать, как делать, каким образом. Мы же понимаем, что для того, чтобы соблюдать шабат, нужно выполнять множество заповедей. Огромное количество заповедей. Не то, что написано «Захорать йома шабату», «Шаморать йома шабат», «Помни день шабатний» или «Сохраняй день шабатний». Это же не заповедь ему. Чтобы помнить или сохранять день шабатний, мы должны очень и очень немалое количество действий совершать. Начиная от того, что мы должны готовиться к шабату, зажигать свечи, выполнять определенные действия или не выполнять их. Ну, то есть, там целый комплекс. По этому поводу написано множество книг. Поэтому мы говорим о десяти речениях. Десяти речениях. Все, кто к нам присоединился, здравствуйте, шаббат. Ну, не шаббат, можно сказать, шаббат, шалом. Таким образом, когда вы говорите об этих текстах, которые вот в главе Итро, не называйте их заповедями. Просто говорите «десять речений» или «асератадиброд», как вам нравится на иврите или на русском. Вот это такое маленькое замечание, и это тогда будет точно. А в заповеди это немножечко другое. Наша тема будет вот какой. Дело в том, что вся книга «Шмот» была названа Рамбаном. книга «Изгнание и избавление», да, «Сефер Галудвы Геула», «Изгнание и избавление». И речь идет, естественно, о знании за избавление еврейского народа. И по существу эта книга, в которой рассказывается о том, как вот, собственно, вот уже финальный этап формирования, создания еврейского народа. Мы ведь знаем, что еврейский народ, вот его возникновение, собственно, это вот стояние у горы Синай. Вот это вот его возникновение. То есть, понятно, что от Авраама потихонечка цепочка тянулась, дошла до Мицраема Египта. Там происходили некие процессы формирования. И потом вот этот исход, этот исход, когда огромная семья и присоединившиеся к ним Эрефраф, большое смешение народов, вышли и на 50-й день встали у горы Синай. Вот в эту секунду возникает то, что мы называем «Ам-Исраэль» – еврейский народ. И понятно, что у этого творения есть некая цель. Наши мудрецы утверждают, что это как бы второй акт творения. Первый акт творения был в шесть дней, семь дней творения. Это был первый акт творения. И потом вот через более чем через две тысячи лет возникает финал этого творения. То есть, вот состояние у горы Сина – это финал, собственно, как бы вот такого акта творения. И из ничего что-то. И поэтому он заканчивается тем, что вот возникает еврейский народ. И понятно, что есть определенная цель возникновения этого народа. Но зачем, собственно, нужен был этот народ? В нашей главе, когда Муше несколько раз поднимается на гору до того, как мы выходим к ее подножью, чтобы быть свидетелями божественного откровения, это вот когда Муше на следующий день после прихода они пришли первого Сивана туда. Второго Сивана он поднимается на гору. И Всевышний ему говорит, чтобы он пошел и спустился вниз, и чтобы он сообщил народу, что... Следующие слова, что я вот хочу, чтобы вы вот... Что вы, нужно передать это народу, что вы будете мне... То есть уже вот здесь, вот в этом стихе понятно, что народу уготована некая роль. Мы не можем понять, что такое... Ну, наверное, мы можем понять, но в этом нужно разбираться. Что такое... Царство священников и избранный народ. Это не так просто, на первый взгляд, как кажется. И есть масса вариантов и масса ответов на этот вопрос. Здесь уже есть вопросы. Да хорошо. У меня вопрос. У меня вопрос. Говорят, что все пришли к горе Синай, все цари и правители, когда узнали, что евреи получают Тару. Так как... Сейчас прочитаю, еще что там было. Так как они так быстро дошли, как они доехали. Тогда ведь кроме коней и кораблей наверняка ничего не было. И для этого... Ага. Значит, понятно. Вот такой замечательный вопрос, что вроде бы как весь мир знал о том, что происходит у горы Синай, и что многие вот цари, короли и прочие пришли туда. Скорее всего, это Медраж. Это Медраж. В тексте такого, конечно же, нет. Что все пришли туда, и все стояли там. По очень простой причине. Вот вы рассуждаете вот так, что все, кто там стоял, они на самом деле стали частью еврейского народа. Ведь там была семья, и там было то, что мы называем Эрефраф, большое смешение народов. И все они стали Ам-Исраэль. То есть все, кто участвовал в этом откровении, свидетели были откровения, они тут же становятся Ам-Исраэль. Поэтому даже если какие-то короли там стояли, или цари там стояли, они тут же должны были стать частью народа Израиля, и все, и дальше уже... Они уже никуда не делись после этого. И Тро ушел, поэтому там есть вопрос. А если бы он не ушел там, и остался бы стоять у горы Синай, то все, тогда он был бы внутри. Поэтому, исходя из этой позиции, все, кто там стоял, там стали Ам-Исраэль. Вы спрашиваете, каким образом чисто технически можно было добраться до вот этого места. Вопрос хороший. Но я бы ответил на него так. Вы, когда читаете тот или иной текст из Тары, вы не должны забывать одну очень простую вещь, что тексты эти должны восприниматься минимум на четырех уровнях. То есть уровень простой сюжета, то называется Пшат, потом Рэмэс, намек, Драш, трактовка, и Сот, тайна. То есть у текста есть разные уровни. И если вы чисто технически не можете понять, допустим, как это было перенесено, ну если я вам скажу, там произошло чудо, их перенесли там на крыльях каких-то ангелов. Вы мне скажете, ладно, добросться. Какие ангелы? Ну, если человек верит, то так оно и происходит. Там ветер поднял их, ковер самолета, я не знаю что. И перенес их. Реалистически, наверное, это не могло произойти. Но реалистически многое, чего не могло произойти. Понимаете? И сам исход достаточно нереалистическое событие. Потому что реалистически даже сегодня исход там трех миллионов человек в пустыню. Предприятие достаточно сложное. Ну, конечно, можно технически выполнить, но к этому нужно очень долго готовиться. И если бы не вмешать все Всевышнего, наверное, это было бы сделать практически невозможно. Тем более 40 лет там жить. Поэтому я думаю, что какие-то куски текста не нужно воспринимать на уровне только пшат, то есть сюжета. Там есть намек, там есть трактовка, там есть образ какой-то, ассоциации какие-то, которые позволяют человеку понимать, что речь идет, в конце концов, о творении, о создании духовных сущностей. Как они будут потом воплощаться в материальное состояние, это уже другой вопрос, понимаете. И поэтому просто подходить к таре или к сюжетам тары только с мерками реальной жизни, это неправильный подход. Неправильный. И Рамбам говорил, тот, кто воспринимает тару на уровне пшат, то есть на уровне сюжета, они сродни идолопоклонникам. Так что не нужно это воспринимать только и только на уровне сюжета. Там есть другими. Тем более, что то, о чем вы говорите, цари стояли, это мидраж. А у мидрашей это другие цели. Мидраж – это некий текст, который определенным образом поясняет или разбирается в том, что написано в таре. И мидрашей было очень много, они были написаны в разное время, они имеют разное значение в зависимости от того, кто писал эти мидраши. Есть мидраши очень серьезные, есть мидраши более поверхностные. Поэтому всякий раз, воспринимая тот или иной мидраж, относитесь к этому скорее как к некоему образному толкованию, чем к конкретному историческому факту. Я бы так ответил на этот вопрос. Ладно, тогда мы продолжим с того момента, где мы... Это было трансцендентное перемещение. Ну да, ответ «трансцендентное перемещение», оно как бы объясняет все на самом деле. Потому что если это трансцендентное, то наша логика не способна это понять. Хороший ответ, мне нравится. Мне нравится. Итак, возникает, значит, вот еврейский народ, и у него есть одна определенная какая-то... Ну, не одна, а может быть, много функций. Ну, понятно, что он сделан, этот народ, то есть этот народ не выбран, а сделан для определенной цели. Ну, вот что интересно. Вот в главе Бешалах, вот когда они выходят, там есть очень интересный текст. Там есть... сказано, что «Ве хамушим алу бней Исраэль миэрес митсраем». «Ве хамушим алу бней Исраэль миэрес митсраем». «И хамушим», вот это слово «хамушим» пятой частью, ну, если так дословно-дословно перевести, получится так. «И пятой частью поднялись сыны Израиля из Египта». Пятой частью. Но «хамушим», если прямой перевод, то это не пятой частью, это вооруженные. И Раша так поясняет, первый комментатор, что они вышли вооруженными, во всеоружии. То есть вооруженными буквально, то есть у них были, я не знаю, оружие было какое-то. Или во всеоружии, то есть готовые ко многому, то есть в полной готовности, можно так сказать, вооруженные. И с той и с другой точки зрения. Но также «хамушим» от слова «хамеш» пять. И следующий комментарий, второй комментарий Раши, не то, что они были во всеоружие вооружены, а то, что вышла только пятая часть евреев. То есть одна пятая часть вышла, а куда девались четыре пятые. Ну и тут же Раши поясняет, что четыре пятые остались. Они не хотели уходить. И что когда была девятая казнь, это тьма, и сказано, что у египтян была тьма, а в домах евреев был свет, что вот тогда как раз вот и хоронили, евреи хоронили вот этих умерших людей, четыре пятых, и их огромное количество, если посчитать, это будут какие-то миллионы, понимаете, потому что вышло, если там около двух миллионов, это одна пятая часть. Сколько же осталось, четыре пятых, и как они так быстро их похоронили за несколько дней, тоже большой вопрос. Ну вот Раши пишет, что вот эта вот одна пятая часть вышла, а большинство осталось, четыре пятых, и что они были похоронены во время девятой казни. Это там так сказано. Так сказано у Раши в комментариях. Замечательно. Замечательно. То есть, ну, не замечательно, но замечательно, что мы об этом говорим. То есть получается так, что уровень ассимиляции в Египте был колоссальный. Ну, представьте себе, что четыре пятых остались. Ведь они остались, несмотря на притеснение, на вот то самое рабство, унижение, угнетение, они все-таки там остались. Значит, они посчитали, что это их родина, и что им некуда идти, и что мало ли куда вот сейчас. Нет, мы останемся. И это значит, что они привязаны к тому месту, я не знаю, может быть, у них там семей дураки смешанные, или родственники, я не знаю, что, или им там хорошо было, или там должности имели какие-то, или жалко было дом оставить, дом хороший в хорошем месте, в хорошем районе был у них. Причин много. Но они не ушли. Четыре пятых. Ассимиляция. Это вот один момент. С другой стороны, мы знаем, что к этой одной пятой присоединилось огромное количество чужеродных. То есть, то, что мы называем эрофрав. То есть, смешение народов. То есть, разные группы народов. Понимаем, что Митсраем, Египет, это империя. И в империи всегда живут люди разной национальности, разные народы. И вот из многих народов вдруг присоединились вот к этой кучке людей. Там была большая кучка, но кучка. И вот это вот большое смешение. Четыре пятых евреев-то осталось, да? А вот большое смешение взяло и присоединилось. Чужие присоединились, которых, в общем-то, и не угнетали и прочее. И они присоединились. Вот они вышли. Они как-то так вот увлеклись этим все. То есть, с одной стороны, огромная часть евреев осталась. С другой стороны, огромная часть людей не евреев, не из Череси Лавраама, так скажем, не из этой семьи, они все-таки присоединились. Такой обмен произошел. Любопытный факт, интересный факт. Зачем все это происходит? Я думаю, конечно же, это не случайно. Более того, я думаю, что разговор о ассимиляции как таковой он возможен, конечно. И это всегда будет происходить в дальнейшем, когда мы уходим в изгнание. Ассимиляция, она в разные эпохи была разной. Говорят, вот теперь в Америке очень серьезный уровень ассимиляции. В России мы жили, тоже был достаточно серьезный уровень ассимиляции по разным причинам. В Европе был достаточный уровень ассимиляции, особенно в Западной перед войной. Тоже был серьезный уровень ассимиляции. То есть попытка раствориться в тех народах, среди которых мы живем. Я думаю, что, во-первых, то, что происходило и описано в Таре, это не случайно, что это часть замысла, что часть замысла это то, что четыре пятых останутся и огромное количество чужих присоединится. Я вообще склонен относиться к тому, что рассказано в Таре, как к полному отсутствию случайности. Для меня Тара это рассказ о том, как Всевышний создает еврейские души, еврейский народ для того, чтобы он выполнил свою задачу. И поскольку это план Всевышнего, то там нет месту случайностей. Даже если Всевышний, казалось бы, дает нам что-то на откуп, то есть люди, дорогие мои, вы имеете право выбора, выбирайте. То, во-первых, он знает, как мы выберем. Для него не тайно, что мы будем делать. Поэтому то, что для нас есть право выбора и то, что мы должны принять решение, для него открытая техника. Он знает, что мы выберем. Поэтому, если ему нужно выстроить какую-то цепочку, то он просто заранее знает, куда это все пойдет и каким это образом будет. Поэтому, то, что, допустим, если взять этот комментарий Раши, четыре пятых остались, значит, это была часть плана. Другое дело, хорошо бы понять, какого плана. Почему? Потому что в дальнейшем это будет повторяться и ассимиляция будет все время происходить. То есть, какая-то эрозия народа будет происходить, кто-то будет оставаться, кто-то будет уходить. Это будет всегда. И это вроде бы задается при исходе из Египта как основополагающее такое клише, которое будет повторяться время от времени. Поэтому интересно в этом разобраться. Ну, чтобы ответить на этот вопрос, на самом-то деле нужно ответить на другой вопрос. Понять, в чем же суть создания этого народа. Зачем, зачем, собственно, Всевышнему нужно было создавать вот этот еврейский народ. Я нашел какие-то ответы у пророка Исаии. У пророка Исаии есть какие-то стихи, я даже себе их выписал здесь, в которых он говорит о той роли, которая должна быть исполнена нами. Ну, вот я вам сейчас просто приведу некоторые вот цитаты из того, что я выписал из Исаии. Ну, например, вот Исаия 44, 5. Надо понять, что Исаия утверждает, что Всевышний создает все. Написано, что Всевышний создает все и добро, и зло, и свет, и тьму. То есть, это этот пасук, этот стих говорит о том, что все, что в мире есть, все, абсолютно все, все создано им. Другое дело, что нужно всякий раз понимать, для какой цели. Если я попал в область тьмы, в область греха, в область нечистоты, которая тоже создана Всевышним, значит, я должен там находиться и должен что-то сделать. И это не случайность, только я должен понять, что, почему это испытание выпадает на мою долю и как я себя должен там вести, соответственно. Это очень важный момент. Мир, насколько бы он не был разнообразен, он создан творцом. От начала и до конца. Это первое и очень важно сдать. Второе. Исайя четко и ясно говорит, что он создает этот народ евреев с одной единственной целью, Всевышний говорит, для того, чтобы они меня воспевали. Этот народ должен меня воспевать. Я это понимаю так, что этот народ должен как бы провозглашать присутствие единого творца в мир. То есть, он должен оповещать всех об этом, разными средствами. Но главным образом в служении этому единому. Ну и даже во всем. Во всем, но главным образом в служении. Потому что сказано, фараон должен отпустить этот народ, чтобы он служил мне. Этот народ должен служить мне. И своим служением этот народ как бы воспевает Всевышнего, вот этого единого творца. Это задача этого народа, воспевать Всевышнего. Понимая, что мир очень разнообразен, однако полностью он создан только Всевышним. Далее, в конце концов, Исаия говорит, что дом мой, имеется в виду храм в Иерусалиме, на храмовой горе, дом мой станет молитвой, станет домом молитвы всех народов. Это я цитирую Исаия 56, 7. Дом мой станет домом молитвы всех народов. То есть, в конце концов, все народы придут молиться в храм на храмовой горе. Они будут молиться там. То есть, это говорится о том, что в конце концов все народы примут Всевышнего, единого, все абсолютно. Он откроется для всех. Он откроется сначала евреям, потом через евреев он будет открываться всем остальным. Это очень важный момент. Дальше, вот цитата. Исаия 45, 6. Сказано так. «Ве натотихали оргоим льет». И я сделаю так, чтобы ты стал светом для народов. Ор легоим. То есть, светом для народов это можно понимать по-разному широко. Я это понимаю так. Не то, что евреи должны быть абсолютным примером для подражания, и в этом смысле как он и является светом для народа. То есть, демонстрировать некий пример поведения. Я думаю, что нет. Что просто служение Всевышнему будет притягивать определенный свет, в котором нуждается все человечество. И вот этот свет, притянутый через служение евреев, он будет расходиться и все человечество будет его потреблять для своего благополучия. В этом смысле, да, он будет светом, то есть, свет Всевышнего через евреев будет попадать другим людям, и в этом смысле он будет светом для других народов. То есть, вспоминая первую фразу, и будете вы царством священников, священники это всегда посредники, да, между духовной и материальной сущностью, то есть, если вы будете царством священником, то вы будете такими некими посредниками между духовным и материальным миром, и через вас будет проходить некий свет, который будет нужен для всего мира, для его благополучия. И в этом смысле, вот, вы мне нужны, как некий передаточный механизм. Благодаря вам этот свет будет уходить. Теперь так, у вас будут определенные духовные сосуды, при помощи которых вы можете получать этот свет и потом излучать его дальше. И проходя через вас, он будет, ну, естественно, меняться каким-то образом и усваиваться всеми остальными народами. Размышляем дальше. Чтобы все остальные народы получали вот этот свет, даже в каком-то измененном качестве уже, но все-таки этот свет, они ведь тоже должны обладать какими-то сосудами, похожими на те, которые есть у евреев. Если у них не будет никаких сосудов, то они ничего не могут получать. Понимаете, раньше пиво на разлив давали, да, если я шел за пивом, у меня не было банки или хотя бы целлофанового пакета, я не мог принести пиво домой, да, я мог, конечно, набрать его в рот или даже напиться там не мог бы, потому что там они сразу в твои банки наливали, поэтому я только вам должен был иметь банку. Если я не имею банку, пиво я не получу. Так и здесь. Если во мне нет никаких духовных сосудов, я никакой свет получить не смогу. И если эти духовные сосуды, допустим, есть у еврейского народа, он там получает, потом начинает его отдавать, те, кто его возьмут дальше, тоже должны иметь духовные сосуды. И эти духовные сосуды по типу, может быть, не такие же, но по типу, должны быть такие же, как у евреев. Так вот, я о чем и подумал, что когда четыре пятых евреев остаются в Египте, они остаются не просто так. Они остаются для того, чтобы там раствориться. Да, чтобы там раствориться, но это замысленно, это в плане, потому что их духовные сосуды, которые им были даны по рождению, должны войти в народы Митсраима. Они уйдут туда. И эти народы в какой-то мере тоже приобретут эти духовные сосуды. Тогда они будут воспринимать тот самый, пройденный через евреев, свет. И вторая часть людей, которая вышла с евреями, да, Эфра, большое смешение, они, стоя у горы Синай, переходят в еврейство, ну, проходит своеобразный ги-юр, да, и они тоже получают эти духовные сосуды, потому что человек, проходящий ги-юр, получает эти духовные сосуды. И они таким образом тоже получают возможность при помощи этих сосудов в дальнейшем получать через служение и вообще, в принципе, через саму жизнь получать вот этот божественный свет. Значит, и те, кто остался, и те другие, кто ушел вместе с евреями, они нужны были. Нужны были для того, чтобы в дальнейшем обеспечить возможность всему миру прийти в дом молитвы Всевышнего, который находится на храмовой горе. иначе они, если не будут иметь эти сосуды, не смогут воспринять божественного света и не смогут совершить вот этот путь, этот переход. Значит, кто-то может принять ги-юр и получить эти сосуды, а с кем-то будет по-другому. То есть, часть ассимилированных евреев, которая начнет в них растворяться и с ними перемешиваться, передадут им какую-то часть своих духовных сосудов, которые они имели, получили по факту рождения. Поэтому вот эти два процесса, причем, смотрите, ассимиляции подверглась большая часть. Четыре пятых были подвергнуты ассимиляции. Они вышли из еврейского народа, они были евреями, они имели эти сосуды, но потом стали растворяться среди чужих. Вот для меня растворяться, это значит и передавать вот эти определенные духовные сосуды. И это большая часть. Меньшая часть через гиюр присоединяется и тоже получает. Ну, сами евреи имеют эти сосуды по факту рождения. Таким образом, я думаю, что Всевышний, он как бы включил вот этот механизм, когда у всего человечества в той или иной мере возможен процесс обретения вот этого божественного света, то есть знания о едином творце. Если же этого нет, то узнать об этом никогда невозможно. И тому пример фараон. Фараон. Вот это как бы противоположность не Всевышнего, а духовного. То есть фараон это чистая материальность. Ведь в конце концов фараон, вспомните первую сцену, когда он говорит не знаю, кто такой Всевышний, не знаю, куда, кого он как посылает, никого никуда не отпущу. И последняя десятая казнь говорит, да, все, я знаю, я знаю, кто такой Всевышний, я знаю, что ему нужно служить, я знаю, что вы будете служить, я даю вам от себя ему тоже приношение. То есть фараон меняет. То есть в нем возникают какие-то через казни, возникают какие-то духовные килим сосуды, которые наполняются, от этого возникают его знания. И это же очень важно, что мы идем, чтобы стать народом, выполнять поручения фараона. Фараон нас отправляет для того, чтобы мы служили Всевышнему. Фараон нас отправляет, материальность нас отправляет, но когда уже у нас есть сосуды, мы, служа Всевышнему, сможем их наполнять божественным светом. Поэтому, смотрите, ничего случайного здесь нет. И всякий раз, когда я читаю тот или иной отрывок из Тары, я должен понимать, что не случайность, а просто уровень моего понимания, вот что самое главное, что я вижу в этом, и что я в этом понимаю. На сей раз я прочитал именно то, что вот эти четыре пятых были оставлены не случайно, не случайно, что четыре пятых, большая часть еврейского народа, должна была ассимилировать, для того, чтобы перенести вместе с собой в народ Мицраема духовные сосуды, и часть чужих вышла с нами, чтобы получить их у горы Синай. И этот процесс в дальнейшем будет все время происходить, и в момент нашего изнания действительно будет происходить и процесс ассимиляции, и процесс гиюра, втягивания в себя. И тот, и другой процесс будут иметь место в разные эпохи, по-разному, это понятно, но он возможен. И тогда мы обязательно придем к тому, что и дом мой станет домом молитвы всех народов. Ну вот, об этом я хотел с вами сегодня поговорить, сейчас посмотрю, какие вопросы, если есть какие-то вопросы, то я на них отвечу. Здравствуйте всем, всем здравствуйте. Значит, по поводу царей, пришедших к горе Синай, мы поговорили. Что означает Сиван? Ага, Сиван. Дело в том, что многие названия в Таре только есть несколько месяцев, которые, называют, в этом месяце Авиев есть, есть месяц, только несколько названий месяцев, а все остальные названия более поздние. Конкретно, что такое Сиван, я думаю, что это даже не иврит, что это не иврит, потому что мы названия месяцев привезли с собой после вавилонского пленения. То есть, в основном, это халдейские языки, арамейские языки, древние арамейские языки, которые мы после вавилонского пленения привезли. Поэтому большинство это не иврит. На иврите в Таре есть только месяц Зив есть название, потом есть месяц Ниссан, по-моему, есть первый месяц, месяц Авиев он называется еще и все, больше там нет названий. Поэтому Сиван это не иврит, не могу точно сказать, что это означает, просто не знаю. Так, почему Всевышний посылает Муше с горы, чтобы еще раз сказал, чтобы народы не все уже все уже все знают, никто не подойдет. Дело в том, что вся эта история, кто, как, каким образом будет подниматься и кто, где будет стоять, она очень важна. Важна вот в каком смысле. Есть определенная иерархия. И в материальном мире есть иерархия, и в духовных мирах есть иерархия. Вы посмотрите, кто, в конце концов, может подняться на гору. Там написано так, ты, Муше, и Арон с тобой, и дальше написано и священники, и народ, и дальше написано, чтобы они этого не делали, не пытались подняться. Причем, непонятно, священники да, или священники нет. То, что народ нет, это точно. То есть, на самом-то деле, вот это вот возвышение, то, что называется гора, да, которая отличается от уровня земли, она и определяет иерархию. Кто ближе к вершине, кто чуть-чуть ниже, кто чуть-чуть ниже. Есть определенная иерархия, которую нельзя нарушать, иначе восприятие будет искажено. Всевышний говорит, Муше, пойди, скажи народу, что они будут теми-то, теми-то и теми-то. И следующая строчка. Муше спускается, собирает старцев и говорит это старцам. А те, видимо, уже говорят народу. Опять-таки, видите, возникает цепочка передачи. И я думаю, что вот это вот призыв, испускание и непрерывное напоминание говорит о том, что все люди могли возомнить, что они способны непосредственно воспринимать Всевышнего. Ведь когда Муше первый раз приходит и говорит через старцев людям, что народ отвечает? Все, что сказал нам Всевышний и что говорит нам Всевышний, мы выполним. То есть, мы хотим слышать Всевышнего. То есть, мнение народа таково, что они способны слышать Всевышнего. Но это не так. И потом они в этом убедятся. И Всевышний, чтобы не нанести ударом мощного, он обязательно вот все время пытается эту иерархию построить. Потому что ты находишься в том месте, где ты безопасно можешь воспринять эту идею. Идея Всевышнего, энергия Всевышнего, свет Всевышнего, это уже не такое уж безопасное занятие. Оно может убить неподготовленного человека. Поэтому, чтобы не было вот таких огромных жертв, которые могли бы быть, вот эта иерархия должна простраиваться. И то, что Всевышний понимает, что он уже несколько раз об этом говорит, но люди, насколько люди не понимают. Всевышний четко ясно видит, что люди это не очень понимают. У людей мнение, что они могут все разом хопа и на гору зайти. и там все лягут. Поэтому, я думаю, что это повторение частое как раз и говорит о том, что иерархия должна соблюдаться. Четко и ясно. Об этом четко в тексте можно проследить. Четко совершенно. Так, хорошо. Да, вот так. Смотри дальше о душе. Значит, о душе знания дано маловато потому и понимание с наименьшего начала. Знание о душе закрытое знание. Закрытое знание оно всегда оно как бы это это не секрет, это тайна. Тайна открыта для всех. Секрет скрыт. Тайну ну ее нужно постичь. Чтобы постичь, нужно пройти определенный путь. И тогда она откроется. Тогда тайна откроется. Если Гера дошел от заповедей и живет как раньше. Дело в том, что очень важна мотивация. Смотрите, если у человека была абсолютно четкая и ясная мотивация пройти этот путь и присоединиться к еврейскому народу. И он совершенно откровенно прошел, честно вот прошел, присоединился. А потом вдруг начал делать что-то не так. Получается, что он теперь еврей, который живет неправильно. То есть еврей, который вступает на путь страдания. Если человек изначально из каких-то корыстных соображений, из каких-то, не знаю, из каких, пытается пройти этот путь, то он изначально не принимается. Даже если ему скажут, да, все нормально, прошел, чтобы он знал, он не внутри. Чтобы быть внутри, нужно абсолютно честно, прямо линейно, искренне идти на это. Мы не можем загадать, что будет дальше, что будет после того, как я прошел. И, конечно же, хорошо удержаться на этой вершине, но можно и свалиться. Все может быть. Для меня так. Если человек искренне проходит этот путь и становится частью еврейского народа, потом, если он, не дай бог, отходит от этого, он просто становится на путь страдания и начинает себе и своим окружающим приносить проблемы и беду. Поэтому всегда людей отговаривают, прежде чем они делают этот шаг. Но шаг он этот сделал искренне. Если этот шаг был изначально неискренный, никакого геюра не было. Просто не было геюра и все. Он кем был, тем и остался. Знание о душе постигает. Ну да, да, можно сказать, что знание о душе постигается с постижением Туры. Постижением Туры всякий раз, вот когда мы говорим слово постижение, надо понимать, что мы имеем в виду. То есть, не то, что я вот хорошо знаю текст, хорошо знаю сюжет, не это постижение. Постижение это глубоко внутренний процесс. Насколько это постижение действует на меня и меня изменяет. Вот это вот есть, наверное, наверное, постижение. Не что я знаю, а что происходит со мной. Всевышний хотел избавиться от мужа. Ну, если бы он хотел бы избавиться, он бы избавился. Я думаю, проблем никаких не было. Нет. А Всевышний ведь не надо к нему относиться к человеку. То есть, это же не человек, не личность, и он всесилен, и все, что он захотел бы, он тут бы и сделал бы. У него другие цели. У него не человеческие цели. Никогда нельзя ставить себя на его место и его место на себя. Нет. Если бы кто-то хотел бы от кого-то избавиться и стал его посылать, пошел туда, пошел... Это не так. Вот. Ладно. Хорошо. Но факт тот, что мы с вами разговариваем, вот это самое главное. Это самое главное. Все остальное это ерунда. Я вам всем желаю хорошей субботы, ну и до следующего урока. Всего хорошего. Спасибо.